В Татарстане, как и планировали, введут QR-коды в общественном транспорте. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Республики Татарстан Лилия Галимова. Новая пропускная система распространяется на городские, пригородные, а также межмуниципальные перевозки. Чтобы воспользоваться транспортом, потребуется предъявить QR-код, полученный на портале госуслуг, либо QR-код о наличии медотвода. Рустам Мениханов подчеркнул, что можно использовать не только электронную версию QR-кода, но и бумажную. Ее выдают в многофункциональных центрах по обращению жителей республики. Тут вопрос двух вещей. Первое – это организация открытия двери или какого-то турникета по QR-коду, который сканируется и валидируется. Второе – это идентификация личности. Соответственно, вот возникает вопрос. То есть, вот мы, например, поставили считыватель QR-кода, как, например, в кинотеатрах стоят, и вот у нас, например, мы подносим QR-код, это занимает несколько секунд, он проверяет, что он корректный сам по себе, что связанный с ним сертификат имеет актуальную дату, что он действительно о прививке. И эта информация передается на устройство, которое, например, там загорается зеленая стрелка и открывается турникет. Перевозчикам в случае необходимости будет предоставлена субсидия на приобретение специального оборудования для проверки QR-кодов, как заявили региональные власти. Ранее в Государственной Думе одобрили идею ввести обязательные QR-коды в транспорте, кафе и магазинах. Госуслуги отдают нам номера паспорта, инициалы, дату рождения. Как это будет проверяться? Это будет проверяться, что человек должен еще, например, показать фотографию паспорта туда. Это тоже надо распознать динамически, но это требует разработки. Или будет стоять кондуктор, который будет еще просто глазами проверять, что номер паспорта соответствует. Мэрия Казани внесла несколько уточнений по введению QR-кодов в общественном транспорте. Проверка QR-кодов в общественном транспорте будет производиться не на входе, а при обелечивании пассажиров. Льготные транспортные карты у лиц старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию, не переболели коронавирусом и не имеют медотвода будут заблокированы. Тем, кто уже успел пополнить транспортные карты на декабрь, баланс сохранится, действие будет продлено после снятия ограничений. Новое правило не распространяется на поездки между регионами и на работу такси. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом подтвердили разработку законопроектов о введении обязательных QR-кодов в магазинах, кафе и транспорте. Такие меры связаны с ухудшением ситуации с COVID-19. Они будут действовать до июня 2022 года. Амир Ахтямов, Универньюз.